В этом фильме мы побываем в мастерской профессора и познакомимся с его замечательными работами. Также вы узнаете, кто и зачем губит реку Луга, а рыбалки в этих местах и не только. Здравствуйте, Саша! Да, привет! Да я вас в ноябре встретил. Ну, рассказывайте. Ну и бонусом к этому сплаву мне удалось побывать на древнем святилище. Накануне я наконец увиделся с профессором. Беседу с ним вы можете посмотреть в прошлом моем фильме. Проводив хозяина обители и Джесси, я имел наглость остаться ночевать с позволения хозяина в этом месте. А на следующий день мы договорились встретиться с Игорем Викторовичем в его мастерской. Я же пошел в свою очередь искать грибы на ужин. Пришлось ходить в грибочки. Раз я уж в таком месте хорошем, на жареху найти что-нибудь. Грибов пять. И хватит вполне. Ну вот, кстати, про животных, когда мы говорили с профессором, вот, собственно, следы. Видимо, кабаны сюда ходили. Причем одна тропа такая хорошая. А здесь у нас кто ходил? Так, а кто здесь ходил? Ну, какой-то копытный тоже. Вот, смотрите, сколько опят. А с грибами не густо. Ну, как можно вот мимо таких красавцев пройти, да? Взял я три гриба белых на жареху. Сейчас буду жарить с картошкой. Смотрите, какие чистые, белые, большие. Ну-ка, а серединка? Ну вот, чистота. Сейчас я все это дело обжарю с картошечкой и будет вкуснямба. Грибочки жарятся. Ну, в принципе, уже готово, можно кушать. Имел я все же наглость заночевать в гостевой палатке. В 6 утра меня разбудили непонятные звуки, и это явно были не мыши, а какой-то мелкий зверек. Кто-то идет. В течение часа он несколько раз подходил к палатке. Ну, пожалуй! Зараза, и не убегает, а? Веселое место. Утром было солнечно, и обитель преобразилась в свете солнечных лучей. Вот, собственно, откуда пошла вся стройка с этого очага. Очаг это все. А потом постепенно все разрасталось. Причем, как Игорь Викторович и говорил, чай. Здесь вот, собственно, коптилка для рыбы. Очаг такой уютный. Палаточка очень мягко спалось на этом сене. Такая вот стояночка великолепная. Обитель. Давайте заглянем внутрь. Как мы помним, вчера Игорь Викторович рассказывал про вот это вот помещение. Судя по всему, это было печкой. Вот. И здесь вот благодаря этой печи зимой было спать просто прекрасно. Все обогревалось. Такая лежаночка сделала. маленькие размеры, поэтому если хорошо протопить, здесь будет очень тепло. Окошко вот такое. А вот еще одна комната. Вот. Это не баня, как предполагали многие. Что вот печка. Нет, ребята, это не баня. Здесь тоже было окошечко. Вот. Здесь тоже было тепло спать. Так, сейчас завтракаю, пью чай и иду к профессору смотреть в художественную мастерскую. Кстати, а вчера кто-то до меня был здесь. Вот число 22.08.21. Всем спасибо. Путешественника и что-то и два кета. Спасибо всем, кто здесь был. У нас мало времени, профессор. 1.08. Заехали посмотреть. Классно. Молодцы. Пока стояночка. До встречи в следующий раз. Не знаю, когда это произойдет, но какие-нибудь годы-то произойдет. В эту поездку спиннинг я с собой не взял. Да и с рыбалкой тут не очень. О чем и расскажет Игорь Викторович. А с рыбалкой здесь как стояночка? С рыбалкой здесь задница. Задница. Он говорит, я, ну, мы здесь, говорит, поселились в 49-м. И, говорит, вспомню, как с отцом плыли на лодке в грозу. И ударила молния, видимо, где-то неподалеку от нас в воду. И, ну, была рыба, так что мы собирали огромных езей, лещей, самов, прямо, говорит, седну, лодку. Ну, то, что одна эта сомика... Джесси, успокойся, а. Что такое? Малочку будешь? Джесси, на. Оп. Сомик у меня достался. Ну, маленький, трехкилограммовый, но это я застал в 2002-м, по-моему. Так что это еще следы были. А он, говорит, набрали полностью, говорит, лодка все дно была огромными рыбами. А потом все хуже, хуже, хуже. Ну, тут несколько факторов. Во-первых, конечно, белкозим гадит. Это что? Завод в луге по выработке белковой оболочки колбас всяких вот таких. Как мне иногда водители тут местные рассказывают, что по ночам сбросы идут. Мимо очистных, прям шуруют. И говорят, пена такая идет по всей луге. Это один фактор. А я замечал, когда года три назад плыв столько пены было. Я не понимал, почему столько пены. Вот, 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 что-то здесь. Или переполнение очистных бывает. А иногда и просто. Да и все очистные старые. Никто не их построил. Ну да. И потом, раньше здесь работал взаимоснаряд. Пока все, хвостка было, да, и вымывало. А сейчас ровненько, ям нет. Тут больше на этом участке, больше двухметровых вообще нет. Где ей прятаться, где крупная рыба. Еще за поворотом, вот там на том участке, сразу после устья ящеры. После устья ящеры есть по левому берегу ямки неплохие. Ну, там видно водоворот, и там малек гуляет. И жерех там пасется. Даже жерех, ничего себе. Ну, жерех это и я ловил здесь еще, но на перетягу. Такой не сталкивались. Это что-то... Два спиннинга по двум берегам реки. Нет. Соединенные между собой, а вниз полтора метра лески и на крючке кузнечик. Ничего себе. Ты так покачиваешь, кузнечик, прыг-прыг-прыг. Интересно. Идет волна такая. А-а-а! Я слышу даже. Нет, это очень интересный. Азартный, азартный. Но, во-первых, нужно... Да, это кузнечики здоровые, типа саранчи, такие вот, крупные, зеленые. Должны быть. Ни на что другое толком не получается. Это на искусственную приманку он подходит и разворачивается, успевает понять. Езея... Ну, езея сейчас... Сейчас для голавлика единственное, что можно на эту перетягу сделать. Угу. Модификация перетяга... Перетягиваю это с резинкой, когда один спиннинг на другом конце. Да, да, да. Типа дончик. Ну, и даже лучше с берега на берег. Ну, в общем-то, это модификация много. Кораблик, кстати, разновидность тоже самая. Ну, вот, так что на этом участке я вот в этом году завязал вообще блеснить. У меня перемет стоит от пирса на ту сторону погну. Там крючков 15, наверное, два живца. Живцы дохнут, червей обжирают, мелочишка, и никто не садится. Еще по весне, ну, в июне еще голавлики садились. Это был хороший такой вот. Каждый вечер можно было на жарюху еще, наверное, наковырить. А сейчас вообще обзак полно. Так что, успокойся, успокойся. Джесси, мы поссоримся. Ну, что такое? Ну, а что поспокойнее будет? Где твое место здесь? Где? Где твое место, а? Еще не обрела себе место. Вот здесь ты хорошо очень сидишь. Собака на сене. Ты собака на сене? Или вон там матрасик? Какой матрасик? Джесси. Ну, на камнях так на камнях. А грибов много тут, да? Ну, дело в том, что грибов в этом году вообще много. Да, да. Но чтобы не вступать в такой... Не то чтобы открытый конфликт, чтобы не вызывать недовольство местного населения, я на той территории вообще не собираю. Я приезжаю сюда и ухожу, мало того, что за болото, за дорогу, за шоссе. Вот там интересные места. Да, малое болото, потом большое болото. То есть минут сорок отсюда. Прилично, да. Ну, зато... А сейчас, понимаете, немножко сменилась арифметика. Этой нужно много. Движение. Откуда можно взять ей... Сколько там? 60... Ну, это не норма, но предел, к моему. 60 километров за день. Как можно это выполнить в реальной жизни. 60... Я и в городе. У нас в полшестого, в шесть по днём. Да, очень рада. Ну, из Гатчины успеть с ней прогуляться, а потом автобус до Питера. 60... 60... И здесь примерно так же. Иногда она норовит меня в пять поднять. Жесть кем. Ну, что такое? Ну, ты же за обнанной лошадь вообще дышишь как. Хвостик. Подхожу к легендарному месту, где в прошлом году в ноябре я встретил Александра Машкова. И хорошо я, что к нему подошёл, поскольку он мне об Игоре Викторовиче рассказал очень многое. Благодаря чему вы видите, собственно, и прошлый фильм, и этот с главным героем. А сейчас мы направляемся в его художественную мастерскую. В условленном месте меня встречает Игорь Викторович и замечательная Джесси. И мы идём к нему в гости. Воспользовался я всё-таки наглостью, заночевал в палатке. Постелил матрас свой надувной и как провалился, как на перине прямо. Но всё равно спал очень неспокойно. Животных много у вас. Животных много, но они же... То есть вот ощущение безопасности из-за того, что... В высоте. Да, на триподних... Так, поверьте, не хватило всё равно. Или белка, или норка. Вот в полшестого утра вот раз пять я её прогонял. Ну, через палатку. Вот в районе головы. А, в районе головы. Но это мыши? Не-не-не, не мыши. Там кто-то крупный. Я сначала думал, что это либо лисица, либо инотовидная собака. Потом посмотрел, она туда не заберётся просто. А вот какая-нибудь такая мелкая вполне может быть. На мышей я внимания не обращал. Они часто были всю ночь. Да. Вот. Шуршат, шуршат. Да, это, конечно, подсознательно. Есть такая фраза психологическая. Здравствуйте, Саша. Да, привет. Да я вас в ноябре встретил. Ну, рассказывайте. Ну, мы вот в лагере побывали. Сейчас заглянем ко мне. Лещей наловили? Да уж, конечно. Что? Можно подумать, ты наловил. Я просто не ходил. Не ходил. Правильный, правильный выход из положения. Чего и ходить-то? Ходить нечего. Ну, а грибы где? Да и с грибами мы сегодня не занимались. А что тут перестали расти? Да, немножко волна прошла. Девки водят. Да сложно, тут сколько ходит-то. Я шесть сразу видел. Ну, о, 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 правильно. Так я сегодня в пять утра уже люди были вон там, где-то ходили, около стоянки. Правильно. В пять утра. Отвлечься, говорят, как переключиться в боли на удовольствие. Почему? Потому что человеку заложено в человеке. Шуршание в кустах. Это вопрос безопасности. Да, да. Миллион лет. А вот хорошо, на самом деле, что у вас палатка стоит, потому что лично бы я, если бы так пришел, увидел бы палатку, я бы сразу развернулся и уехал бы. Так что очень здорово. Да, 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 она работает. Работает четко. Да, 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 она работает четко. Сейчас, ищи. Легко. Такие задачи. Вот последняя работа мне довольно нравится. Самому редкий случай, когда мне что-то самому нравится. Вот эта, да? Да, потому как вписалась она здесь. То есть удовольствие получаешь, когда умудряешься выделить и то, что туда заложат. И начинает играть и свет, и фактура, и все на пользу образу. Когда это удается, все. Удовольствие в полный рост. Значит, супруга оформлением иногда, доработкой моих вещей занимается. То бантик приляпает, то, значит, какую-то прибамбасину оформляет. Здесь нечистый угол, как запечка, всегда, значит, нечисть всякая собирается. Здесь, да? Да. Если говорить исторически, как что складывалось, то вот совсем первая, можно сказать, работа, это вот эта. Клоун такой получился. И с этого фактически все и началось. Ну, там очень вычурный кап был. Это сколько примерно лет назад было? Надо посмотреть по датам ВКонтакте. Я сейчас не помню. Но там вообще лет 10. А здесь, по сути, дело уже не пришлось ничего сделать. Это еще было до капов. Это просто, да, действительно, это предыстория, можно сказать. Еще не история, а предыстория. Два вот этих... Это из черной ольхи просто ствол. Да, да, да. И вот так заиграло это все. Вот. А когда дело дошло до выставок, то, значит, жена настояла, чтобы мелкие вещи... А, это сказочный такой уголок, значит, здесь с Бабой-Егой, тут со всякими прибамбасами, тут бесы одолевают какие-то вот этого ежика, бедного. Значит, ну, кого на что фантазий хватает, тот так и воспринимает это все. Вот. А что касается предвыставочных вещей, то жена настояла, чтобы мы мелочи оформляли в рамках, и вот здесь с выставки я... Ого! Основная эта часть у меня вообще-то на работе, так что здесь, можно сказать, жалкие остатки. Ну, вот можете пройти, посмотреть. Уже здесь в рамках просто оформлены, они были перед выставками. Немножко в спешке, поэтому пришлось понесколько в рамку запихивать. Всякие композиции. Возвращаясь к предыстории, да, вот типичная декоративная вещь, да, тут какая-то уточка просто стоит. А, птичка вот так, да? А сюда шкатулочка, можно колечки хранить. Но был период, когда где-то еще... Это уже в 80-е, наверное, годы были, даже в 90-м гляже. Я начал резать из... С моря привезли много ракушек и камешков всяких. И вот, поскольку пошло тогда период безбремения и без зарплаты сидели как-то так, вот, и от тоски, можно сказать, всего этого, я начал вырезать что-то из ракушек, составлять композиции и складывать на плоскости. Здесь таких нету, но у меня где-то в ВКонтакте, по-моему, что-то болтается аналогично. То есть картинки такие. Я к тому, что когда... Да, а период был безбремения. И мой друг говорит, давай я попробую продать. Ну и, значит, сунулся. А картинки получались сюжетными, как ни странно. Пусть фантастические фигуры, но все-таки сюжет. Не, говорит, не берут, потому что говорят, что нет такого вида искусства. Ну, нет и все. Значит, это, может быть, первый звоночек был такой, а из капа тоже, ведь делают только декорации, как правило, так, в общем, и не видишь. По интернету я тоже лазил, по дереву многие режут, а с капом редко кто-то связывается. Конечно, живьем, потому что опыт показывает, что очень сильная бывает разница между фотографиями. и вообще, говорит, твои вещи нужно щупать. Я говорю, не спорю. Дерево есть дерево, и тактильные ощущения, они обязательно. Ну да, вот здесь. И все, у каждого свой образ. Джесси, выгоню сейчас. У меня образ, как это, бабы в бане. Вот тот срез, у нас как будто это такие вот руки задранные, бабы, да. Потому что некоторые там медведи, дельфинов видят в этом. А у меня казалось исходно вот так. В Альду в 2028 году будет 200 лет технологии. Тут лейте дожить и вот там устроить. Еще раз вайцы глюки писающего полярника. Вот это? Да. Ну, если присмотреться. А это кто? Ну, трудно сказать, но явно что-то чудовище какое-то тоже со своими. Может быть, морское чудовище. Там, где... Можно снять, да? Пыльно немножко. Да, ничего страшного. Вы что, сдуйте просто. Да, я на улице это сделаю. Да, ничего страшного. С удовольствием. Проблема, конечно, в перемещении всего этого. То есть вопрос... Основная тяжесть самой крупной работы на кафедре, как оформление аудитории у меня уже там, в торце Патлер я оставил. Наверное, уже и трогать не буду. А нового? Нужно набрать нового. Ну, вот у меня дома уже набор. Ну, вообще, не знаю. Может быть, раньше, чем... Так, это, как в 18-м у меня выставка была, да? 19-й, 20-й, 21-й. Ну, может быть, к 23-му, к своему юбилею. Может быть, да. В 23-м году. Можно так надеяться, что наберут. Ну, проще всего у меня вот, как на той выставке первой своей, это... В Гатчинской библиотеке. Я же в Гатчине живу, да? Да, да, да. Я помню, новостяк. Да, это библиотека. Они предоставляют с удовольствием залчик. Да, библиотека, это, наверное, самое простое, где можно бесплатно договориться и все организовать. Да, да. Так что, наверное, там и сделано. Через пару лет. Джесси, Джесси, вот, всего. Всего, поедет в Сковскую область. Давайте здесь немножко пойдем. Да, да, да. Тоже самое расстояние. Ну, прошлые года я летом спускался, а здесь уж больно низкий уровень был и не стал в этом году возиться с этим. Да, ну, а Кушков легко на счет облажает. Уже пакет насобирали? Да. Уже собрали пакет целый? Да. Вот как рядом. Прямо у деревеньки, да? Красавцы. Вот так. А нету ничего. Да, это считаю, что нету. Это да. Первый день ходил, 51. А тут девки истотали, все. Пошел папу сразу. Да, да, да. Да, да, да. Ну, вы куда-то. Да, мы уже... Всего я отчаливаю домой. Вот здесь гостя провожаю. Да? Да. Счастливый день, Саш. Счастливо. Да. А лаком стоит ее покрыть или нет? Нет, лак... Будет сушить, да, наверное? Да. Покрываю... Я покрываю, и сейчас все это покрыто. И надо просто даже горячей водой это вас нужно отмыть. Но если возобновить лак покрытие, то это называется смесь, называется твердые воски. Маслянистый такой раствор. Продается все это. Вот тут низин, а тут, наверное, брусника, да? Ну, тут как раз мало ягодные еще. Да, вокруг всего хватает. Брусники, черники. Ну, я говорю, ну, это восхищает больше всего, и будет красотичь вот сюда. И дальше холмы эти, холмы уходят там, леса разные, то, что такой, то сихой, то сосновый, то где-то смешиваем. Иначе бы... Ну, про то, какое раздолье для собак. Конечно. Скотинки-то выписывали издалека, породистых, мало производителей таких основательных. Хочется, чтобы здоровая была собака, поэтому ее и с Урала открыто с Оренбурга везли. Ничего себе, с Оренбургской бубернии. Да, да, да. И мы переписываемся все, однопометники. Ага. А как порода называется сейчас? Роб... Бордер колли. Бордер колли. Это разновидность пастушьей колли, пастушьей собаки. Их многие держат как рабочую пастушьей собаку. Потому что они с овцами, это у них в крови. Согнает, загнает куда-то. Она и людей-то собирает в кучки. Если идет компания, то она всех должна посчитать и подогнать. Перебежками, такими мощным бросок. Бегом-бегом-бегом, потом легла. Бегом-бегом, легла. Говорю до свидания Игоре Викторовичу, Джессе и иду дальше. Сделал я остановку на луге. Сейчас мы с вами попробуем найти одно культовое место, спрятанное в дубовой роще. Культовый комплекс, к которому поклонялись, возможно, люди очень много веков назад. Возможно, это было святилище, возможно, капище. Но, к сожалению, нам не дано на данный момент знать историю, к сожалению, этого места. Очень похоже на то, что много веков назад это был культовый комплекс. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Вот здесь вот такая выемка. Монет сейчас нету. Их, видимо, забрали. Но вот раньше тут оставляли монеты. Такое вот искусственное происхождение. Такой интересный камень. Необычная форма. Структура похожа на раппо-киви. Может, я ошибаюсь, конечно, но очень похоже на то, потому что быстро разрушается такая структура. Причем, что примечательно, комплекс стоит в дубовой роще. Здесь кругом дубы и сосны. Ну что ж, вовремя я дошел, потому что начался дождь. Уже заканчивается, потому что был сильнее. Успел сложить рюкзак. Байдарку не успел сложить. Сейчас буду складывать. Ну, на этом сплав закончен. Спасибо за внимание и до встречи на новых сплавах. Пока!